Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоролике мы поговорим о нарушениях зрения и о тех ситуациях, когда они связаны с каким-либо неврологическим заболеванием. Также мы немножко поговорим в целом о нарушениях зрения и разберем основные причины, которые приводят к нарушению зрения. Меня зовут Борисов Алексей, я практикующий врач-невролог. И как знают подписчики моего канала, у меня есть достаточно большое количество проблем со стороны зрения. У меня есть близорукость, есть стигматизм и даже альтернирующее косоглазие. В силу этого я так или иначе регулярно сталкивался с таким врачом, как офтальмолог, с ними работал, подбирал коррекцию зрения и об этой проблеме знаю не понаслышке. Сразу хочу обозначить тот факт, что в ролике я буду некоторые моменты упрощать, чтобы было понятно массовому зрителю. И коллег прошу не ругаться на то, что я упрощаю и мой ролик теряет некоторую академичность. Итак, начнем. Прежде чем рассказывать о причинах нарушения зрения, стоит немножко ознакомиться с анатомией нашего органа зрения, чтобы понимать, о чем будет идти речь далее. Итак, орган зрения или глаз. Он имеет достаточно сложную структуру. У него есть оболочки, конъюнктива, роговица. У него есть основная масса, скажем так, это стекловидное тело, это прозрачная масса. Есть хрусталик, есть сетчатка, есть зрительный нерв, есть мышцы, которые вращают глазное яблоко. Любая из этих структур может повреждаться, и ее повреждение может привести к нарушению зрения. Итак, что может повреждаться? Повреждаться могут оболочки глаза, конъюнктива, роговица. Соответственно, развиваться кератит, конъюнктивит. И если процесс будет довольно тяжелый, если его правильно не лечить, может остаться дефект оболочки, и, соответственно, потом, грубо говоря, этот дефект будет преграждать предметы и нарушать зрение. Могут быть проблемы со стороны рефракции, то есть преломляющей способности всего глазного яблока. Нарушение рефракции — это так называемая близорукость, дальнозоркость, и они есть у огромного числа людей. Неправильные размеры глазного яблока, наследственная предрасположенность, ну а также с возрастом все мы начинаем быть более дальнозоркими, то есть четкость предметов на дальнем расстоянии будет выше, чем на ближнем. При близорукости — наоборот. С возрастом глазное яблоко меняется, и, соответственно, дальние предметы мы видим лучше, чем более близко расположенные. Нарушаться и повреждаться может хрусталик. Развиваться, в частности, такой процесс, как тракта, замутнения хрусталика, могут быть травмы хрусталика, но человечество, к счастью, научилось протезировать хрусталик, его менять и даже делать такие операции, когда хрусталик будет иметь свою особенную преломляющую способность, что позволит улучшить зрение, даже если оно было нарушено всю жизнь. Проблема может крыться в стекловидном теле. В своем ролике про мушки в глазах я рассказывал, что есть такая штука, как деструкция стекловидного тела. Это одно из самых благоприятных, доброкачественных заболеваний в офтальмологии. И, собственно, замутнение определенных участков стекловидного тела вызывает проплывание таких мушек перед глазом. Об этом вы можете более подробно посмотреть в ролике про мушки в глазах. Может быть задняя отслойка стекловидного тела. Тоже достаточно доброкачественное состояние, если происходит без осложнений. При этом могут быть достаточно яркие симптомы вспышки света, так называемые футопсии, те же самые плавающие мушки в достаточно большом количестве. Это происходит, если стекловидное тело отслаивается от задней своей стенки, где расположена сетчатка глаза. Если не произойдет отслойки сетчатки, то в дальнейшем человек адаптируется и, в принципе, привыкает к тем симптомам, которые у него есть. Проблема может быть в сетчатке. Самая частая проблема со стороны сетчатки, это отслойка сетчатки, когда она начинает сползать, по сути, и могут отслаиваться достаточно значимые участки, что приводит к потере зрения периферийного или даже центрального, если это далеко зашедшая ситуация. В этой же зоне может происходить так называемая макулодистрофия. Это процесс более характерный для пожилых людей, для людей, у которых есть сахарный диабет, когда происходит кровоизлияние, ну и, соответственно, макула, определенная зона, она страдает и теряется центральное зрение, при этом периферическое, оно может сохраняться на том же уровне, что было до этого. Проблема может быть со стороны диска зрительного нерва, со самим зрительным нервом. Так бывает уже нередко и при неврологических заболеваниях, либо ассоциировано с неврологическими заболеваниями. В частности, это деминализирующие заболевания, самое известное из них рассеянный склероз. Ретробульбарный неврит, который бывает при этом заболевании, приводит к тому, что оболочка зрительного нерва нарушается и нарушается зрение. К проблемам со зрением косвенно может относиться такой симптом, такой синдром, как нестагм. Причем нестагм может быть врожденный, в таком случае просто по разным причинам, с детских лет, происходит неконтролируемое движение глазного яблока, сам, собственно, нестагм. Нестагм может быть приобретенным и он может быть в силу неврологических, а даже скорее отоневрологических заболеваниях. Это те заболевания, которые проявляются, в частности, головокружение, потому что нестагм воспринимается как головокружение. О головокружении я подробнее говорю во многих своих других видеороликах. О головокружении я с коллегами сделал даже отдельный видеогайд для пациентов, вы можете его приобрести по ссылке в описании. Но в совокупе заболевание отоневрологического спектра приводит приступообразно или постоянно к наличию нестагма. И этот нестагм нарушает четкое зрение. Картинка может уплывать, могут развиваться так называемые осциллопсии, и к нестагму могут приводить такие заболевания, как вестибулярный нейронит, будет длительный эпизод головокружения, а потом развиваться нарушение вестибулокулярного рефлекса, которые остаются довольно долго. Может быть вестибулярная мигрень, вестибулярная пароксизмия, болезнь Миньера. Тогда во время приступов будет нарушение четкости зрения. Нестагм может развиваться после инсульта. И инсульт сам по себе может приводить к различным проблемам со стороны зрения. Например, к выпадению участков полей зрения. Когда нарушается зрительная кора, когда нарушаются определенные зоны мозга, которые воспринимают зрение, у нас может выпасть, допустим, половина поля зрения. Это же происходит примерно в такой же степени при черепно-мозговой травме, если повреждается зрительная кора. Может также нарушаться зрение при опухолях головного мозга. Но на самом деле опухоль головного мозга, которая приводит к нарушению зрения, это все-таки скорее редкость. То есть все предыдущие причины, они в сотни раз чаще встречаются, чем опухоли головного мозга, которые не диагностированы, начали уже нарушать зрение. Опухоль головного мозга может нарушить зрение, если она находится в области, значимой для зрительного восприятия, либо если ее размеры настолько велики, что начинает развиваться отек мозга, и, соответственно, идет влияние на диск зрительного нерва. К нарушениям зрения может приводить повышенное внутричерепное давление. Но его диагностируют в десятки раз чаще, чем оно встречается на самом деле. И в этом случае подозревать отек диска зрительного нерва должен прежде всего врач-офтальмолог, который диск зрительного нерва оценит визуально. Он посмотрит. Посмотрит при помощи определенных приборов, но он посмотрит и скажет, что отек есть. Лишь тогда стоит задумываться о повышенном внутричерепном давлении. Если отека диска зрительного нерва нет, то с вероятностью 99,9% речи о повышенном внутричерепном давлении идти не должно. Об этом я тоже говорил в видеоролике. Можете посмотреть. Посмотреть, ознакомиться и понять, что повышенное внутричерепное давление, если оно вам выставлялось, это все-таки крайне-крайне редкая проблема. Она неуклонно прогрессирует, что тоже ее отличает. Повышенное внутричерепное давление никогда не развивается внезапно. Поэтому если у вас развились внезапно проблемы со стороны зрения, то это не про эту ситуацию. Проблема со стороны зрения может происходить при сахарном диабете, при его осложнениях. При этом страдает зрительный нерв, страдает сетчатка глаза, человек начинает тоже хуже видеть. Зрение может нарушаться при ауре, во время приступа мигрени. Аура – это определенный процесс, который происходит со стороны мозга, и в той или иной степени нарушается зрение во время ауры, но этот процесс не длится больше, чем один час. Зрение нарушается при синдроме визуального снега. Это редкое состояние, когда есть перманентное нарушение зрения. Они есть, как правило, с детства. Соответственно, люди, страдающие синдромом визуального снега, они нередко даже не понимают, что это проблема со стороны зрения. Но во время каких-то действий, например, вождение автомобиля или что-то подобное, они сталкиваются с определенными трудностями. Зрение страдает в той или иной степени при дальтонизме. Это совершенно отдельная тема. Но это касается, прежде всего, все-таки офтальмологических проблем. К нарушениям зрения можно отнести также такие проблемы, как косоглазие, которые приводят нередко к двоению. Отчасти вдвоение может развиваться при слабости мышц глазного яблока, например, при таком состоянии, как миостыни. При травме мышц глазного яблока, при нарушении со стороны глазодвигательных нервов, которые могут быть по описанным ранее причинам. Будет нарушение движения глаза, например, отведение к наружи, как у меня, и, соответственно, будет развиваться вдвоение, что тоже можно отнести к нарушению зрения. Итак, кому стоит идти при нарушении зрения? Идти необходимо, естественно, к врачу-офтальмологу. Начать надо с него, не с терапевта, не с невролога, и с комплексного обследования. Если врач-офтальмолог посмотрел через щелевую лампу у вас, попросил назвать буквы, там первые несколько строчек сверху в таблицах, то этого недостаточно. Недостаточно почему? Потому что необходимо оценить работу хрусталика, сетчатки глаза, посмотреть диск зрительного нерва, посмотреть стекловидное тело, оценить его сохранность. Возможно провести компьютерную периметрию, компьютерную томографию сетчатки. И лишь если после комплексного обследования у вас все абсолютно хорошо и нет каких-либо признаков, тогда стоит идти к врачу-неврологу, потому что он будет оценивать офтальмологическое обследование и, соответственно, нарушения в этом офтальмологическом обследовании будут указывать, возможно, на ту или иную неврологическую уже проблему. Если вы теряете четкость картинки приступообразную, то есть смысл попытаться зафиксировать на видеокамеру наличие нестагма, непроизвольных движений глаз, что тоже может дать дополнительную информацию, потому что придя на прием к врачу, в этот момент нестагма у вас может не быть. Вестибулярная пароксизмия, вестибулярная мигрень, болезнь Миньера могут приводить к нестагму, к нарушению зрения. Лечение нарушений зрения, естественно, зависит от того, какая причина вызвала нарушение зрения. Потому что подходы совершенно разные. Волшебные таблетки, волшебного витамина, волшебной капельницы или волшебной процедуры не существует. Иногда, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Иногда можем сделать оперативное лечение. Иногда надо заниматься лечением неврологического заболевания. Но каких-то конкретных действий нельзя назвать в видеоролике. Почему? Потому что очень много проблем имеют проявлениями нарушения зрения. Надеюсь, вам это будет понятно после видеоролика. И вы поймете, что искать какой-то БАД в газетах, с черникой или еще с чем-то, это бессмысленное занятие. Также бессмысленно искать какие-то капельки волшебные, для улучшения зрения. Причина более глубока. Она завязана на сложность строения нашего органа зрения и на сложность строения орган, который воспринимает все наши чувства. Это головной мозг. Все, к сожалению, слишком сложно, чтобы это было легко и просто, одним методом для всех вылечить. Надеюсь, информация была интересна и полезна. Я очень рад, если вы распространяете мои ролики при помощи кнопочек «Поделиться», отправляете в WhatsApp, в Viber, в группе, знакомым, друзьям, родственникам, у которых есть та или иная проблема. В первые сутки-двое после выхода ролика я отвечаю на комментарии, также отвечаю на ваши вопросы в прямых эфирах, поэтому рекомендую подписаться, выставить все удовлетворения о выходе новых роликов, чтобы не пропустить важную информацию. Всем желаю здоровья, всего доброго и до новых встреч!